Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем вам подписаться, чтобы не пропустить выход новых интересных материалов, как в формате обзоров тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей автомобилей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутюб. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, там тоже будут выходить новые интересные видеоматериалы. Герой нашего сегодняшнего обзора из разряда, на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля, это та машина, которую вы 100% так или иначе будете рассматривать в качестве варианта для покупки, если ваша задача купить современный высокий кроссовер. А одним из приоритетов при выборе автомобиля, так или иначе, будет небольшой расход на его содержание и редкие по возможности ремонты. В отличие от большей части популярных, но уже так или иначе вышедших в тираж моделей, таких как RAV4 или Honda CR-V, скажем, третьего поколения, эту машину вы все еще действительно можете найти в хорошем состоянии и купить такой автомобиль с пробегом, ну, скажем, тысяч 40 или 60. То есть машинки эти достаточно свежие, а самое главное, представлены на вторичном рынке в достаточно большом количестве. Встречайте, Hyundai Creta, первое поколение, кузов GS. Hyundai Creta в кузове GS первого поколения появилась на рынке в 2015 году и простояла на конвейере до 2021, 6 лет. Это достаточно неплохой срок по нынешним меркам. Незадолго до снятия с производства автомобиль прошел через рестайлинг, однако поправили здесь только внешность и то чуть-чуть. По большому счету глобальных изменений по агрегатной базе здесь не произошло. Кстати, об агрегатах. Под капотом Creta на российском рынке могло быть всего два варианта двигателей. Это бензиновые моторы объемом 1,6 литра на 121 либо 123 лошади в зависимости от типа привода автомобиля, а также двухлитровый мотор на 149 лошадей. Коробки передач шестиступенчатая механика либо шестиступенчатый же автомат. Ну, а тип привода передний либо полный. Несмотря на компактные внешние размеры, максимально разрешенная масса для Hyundai Creta составляет почти 1,8 тонны. Объем багажника неплохой по меркам компакт-кроссоверов 402 литра. А топливный бак достаточно взрослого объема. 55 литров будет достаточно, чтобы не посещать заправочную станцию слишком часто. Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска. Под капотом 1,6 на 123 лошадиные силы шестиступенчатая автоматическая коробка и передний привод. Пробег автомобиля 65 900 километров. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про качество и толщину лоткрасочного покрытия, а также про его сопротивляемость к коррозии. Что касается толщины окраса, то большинство Hyundai Creta будут демонстрировать показания толщиномера в стандартном диапазоне от 90 до 140 микрон плюс-минус. Хотя попадаются и отклонения как в меньшую, так и в большую сторону. Поэтому при осмотре подобного автомобиля на всякий пожарный возьмите за правило промерить весь кузов и сопоставить разброс по толщине ЛКП на всех элементах машины. В этом случае, если что-то будет явно выбиваться из общей картины, пристальное внимание на этот элемент. Скорее всего, именно он и подвергался окрасу. Что касается прочности ЛКП, то Hyundai Creta это автомобиль, который имеет достаточно уязвимое и нежное красочное покрытие. Поэтому, если предыдущий собственник часто ездил на машине по трассе, то будьте готовы к тому, что на передней кромке капота и крыши могут быть сколы, причем в достаточном количестве. Ну а если автомобиль использовался для частых выездов, скажем, в лес за грибами, то, скорее всего, следы от веток также будут найдены по борта. А вот по части ржавчины у Creta на самом деле все обстоит весьма неплохо. Возможно, пока, потому что эти автомобили еще достаточно свежие и вроде как говорить о серьезной коррозии на их кузовах преждевременно. Так что нужно будет подождать лет эдак пять, чтобы понять реальную картину. Но, как минимум, одно уязвимое место по части коррозии у этого автомобиля есть. И это, как ни странно, традиционная для кузова Universal пятая дверь. Именно этот элемент на Creta дилеры даже перекрашивали в свое время по гарантии, как это было с Mitsubishi Pajero Sport или Honda CR-V. Поэтому наткнуться на Creta с перекрашенной задней дверью вполне реально на вторичном рынке. И если при этом вы не видите следов ДТП по задней части в виде деформированного тазика или следов кустарного ремонта, а дверь окрашена чисто косметически, то, скорее всего, ничего страшного в этом нет. И смотреть такой экземпляр дальше вполне можно. Что касается маленьких неприятностей по кузову, то отметить здесь можно разве что возможную выработку петли замка крышки багажника, что приводит к тому, что замок начинает дребезжать при проезде неровности. Это дополнительный шумовой фон, и, как правило, устраняется он достаточно легко. Достаточно перемотать петлю изолентой, либо каким-либо другим уплотняющим материалом. Но из нашей практики на автомобилях с пробегом до 100 тысяч километров подобный дефект практически не попадается. Что касается салонного электрооборудования, здесь у Крепи все в порядке, даже у тех комплектаций, которые изрядно нашпигованы опциями. Электрика здесь явно не относится к проблемным местам. Единственное, что были нарекания от владельцев подобных автомобилей на моторчик-отопители. Так что при осмотре поддержанного экземпляра, на всякий случай, проверьте климатическую установку во всех ее режимах работы. Не отличается повышенной прочностью здесь и трубка подачи стеклоомывающей жидкости на заднее стекло. Поэтому при осмотре понравившегося поддержанного экземпляра, обязательно попробуйте работу омывателя и убедитесь, что жидкость у вас подается на заднее стекло, а не в ноги переднему пассажиру. Ну а теперь поговорим про двигатели под капотом Hyundai Creta. На самом деле вариантов здесь всего два. Первый базовый двигатель это 1,6 литра на 121 либо 123 лошадиные силы. G4FG. Это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров и подкостенными чугунными гильзами. Здесь головка цилиндров на 16 клапанов, два верхних распредвала. Фазовращатели стоят и на впускном, и на выпускном валу. Также используется впускной коллектор с переменной геометрией. Привод ГРМ цепной, а гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на 1,6 в моторе нет. Поэтому регулировать зазоры нужно по регламенту раз в 90 тысяч километров пробега. Ну или возможно раньше, если зазоры уйдут и вы услышите это по звуку работы мотора. Прыск топлива здесь самый обычный распределенный. За вращателем на этом двигателе к особо проблемным местам не относятся. Как и, собственно, впускной коллектор с изменяемой геометрией, каких-либо проблем с заслонками, износом осей и так далее он не подкидывает. Раньше, до 2014 года, по этим моторам G4FG могли быть вопросы по ресурсу цепей ГРМ. Поскольку здесь стояла пластинчатая цепь Морзе, которая демонстрировала более скорый износ, где-то к 120-140 тысячам километров пробега. Но на Крету этот мотор попал уже в модернизированном виде и здесь установлена роликовая цепь, которая служит намного дольше. Она уже способна отработать под 200 тысяч километров пробега. По большому счету, каких-либо глобальных проблем этот двигатель конструктивно лишен. На больших пробегах этот мотор, конечно, может сопливить маслом по клапанной крышке, либо может побежать сальник коленчатого вала. Неровные обороты холостого хода могут быть связаны с грязной дроссельной заслонкой, ну а повышенная вибрация с необходимостью поменять опоры двигателя. Все это здесь, конечно, может произойти, но, во всяком случае, именно типовых глобальных проблем по данному мотору нет, кроме одной единственной. И связана эта проблема с каталитическим нейтрализатором. На этом моторе установлен кат-коллектор, то есть каталик стоит достаточно близко непосредственно к поршневой группе. И в случае разрушения каталитического нейтрализатора действительно возможно попадание части керамической пыли через выпускные клапана обратно в цилиндры, как следствие повреждения зеркала цилиндров. В этом случае могут образоваться задиры, которые повлекут за собой и увеличившийся расход масла на угар, и дополнительную шумность при работе. Поэтому, если вы смотрите такой автомобиль, где двигатель при работе помимо цокота форсунок издает еще какие-либо посторонние стуки, то либо везите машину на эндоскоп, то есть выкручиваете свечи, смотрите состояние зеркала цилиндров, либо ищите машину, которая будет работать в штатном тихом режиме. Но если каталитический нейтрализатор на автомобиле в порядке, то никаких проблем по цилиндропоршневой группе с данным двигателем не случится достаточно долгое время. Отрабатывают эти моторы порядка 350 тысяч километров пробега и даже больше. Все зависит от того, насколько тщательно вы следите за агрегатом, как часто меняете масло и какое топливо используете. Второй двигатель в линейке это G4NA, хорошо знакомый по таким автомобилям, как Kia Sportage, либо Hyundai AX35. Объем 2 литра на 149 лошадиных сил. По конфигурации это такая же рядная четверка с алюминиевым блоком, с тонкостенными чугунными гильзами, два распредвала, два фазовращателя. Также есть коллектор с переменной геометрией, но при этом есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. На двухлитровом моторе зазоры регулировать не нужно. Привод ГРМ такой же цепной, ресурс цепи около 180 плюс-минус тысяч километров пробега в зависимости от режима эксплуатации. У кого-то цепь может выходить и далеко за 200 тысяч пробегов. Но проблема у двухлитрового мотора в принципе та же, что и на Hyundai AX35 на Спортажах. И называется она задиры. Так или иначе до 2017 года на креты ставились моторы, в которых также вполне можно обнаружить следы повреждения зертва цилиндра. Но с 2017 компания Hyundai сделала модернизацию двигателя, поставила туда масляные форсунки для охлаждения поршневой группы и в общем-то проблему практически изжили. Но при осмотре двухлитровой машины на всякий случай имейте в виду, что покупать такой автомобиль лучше все-таки после диагностики. Выкрутите свечи и посмотрите на поверхность цилиндра при помощи видеоэндоскопа. Благо процедула эта на данных двигателях вполне легко осуществима. В целом же модернизированная версия двигателя G4NA способна будет отработать за 300 тысяч километров пробега. Но единственное что, если вы купили такой автомобиль и у вас нет проблемы с цилиндрами и нет соответственно масложора, поглядывайте за состоянием каталитического нейтрализатора. В случае, когда он начнет выходить из строя, его придется заменить на новый, универсальный, ну либо как вариант удалить из системы. Здесь уж как вы сами выберете. В отличие от моторов 1.6 на двухлитровых двигателях, бывает периодически подкидывает проблемы насос системы охлаждения, помпа. За ее состоянием нужно следить, дабы не проморгать момент ее окончательного выхода из строя, поскольку перегрев для обеих силовых установок, что 1.6, что 2.0, будет губителен и может закончиться как раз таки появлением достаточно серьезного масложора. Поскольку в исправном состоянии ни 1.6, ни двухлитровый агрегат масло есть не должны. Что касается коробок передач, на Крете могла устанавливаться как механика, так и автоматическая коробка. Механическая трансмиссия на 6 ступеней шла с моторами 1.6 литра, на передней и впоследствии на полноприводных машинах тоже. Механика в целом неплохая, но если вы смотрите автомобиль с большим пробегом за 200 тысяч километров, то имеет смысл глянуть, во-первых, чтобы не текли сальники приводов. Второй момент, на данных автомобилях на больших пробегах возможно также течь трансмиссионного масла через сальник первичного вала. И на тест-драйве подобного автомобиля обязательно послушайте коробку на слух. На больших пробегах в механике на Крете запросто могут начать шуметь подшипники. Если при осмотре автомобиля вы подобный симптом выявили, то с большой долей вероятности от покупки такого варианта лучше будет отказаться. Что касается шестиступенчатого гидромеханического автомата на этих автомобилях, то в целом по надежности он как минимум не уступает механической трансмиссии. Пробеги, которые эти коробки отрабатывают без вмешательства, порядка 250 тысяч километров, если вы меняете в ней масло хотя бы раз в 60 тысяч. Трансмиссия на Крете, как и любая современная коробка, достаточно критично относится к перегревам и к эксплуатации на грязном масле. Поскольку, как и на любой современной машине, блокировки гидротрансформатора используются часто и помногу. Соответственно, продукты износа со временем, если не менять масло в коробке, могут запросто привести к проблемам в работе сначала гидроблока, ну а затем уже и всей остальной трансмиссии. На тест-драйве обязательно прокатитесь и посмотрите на работу автоматической трансмиссии на ходу. Пинков, ударов и так далее, никаких задержек при включении быть здесь не должно. Но коробка на Крете в исправном состоянии листает передачи достаточно незаметно. Что касается системы полного привода, на Hyundai Creta здесь используется традиционная для кроссоверов. Муфту эту вы можете заблокировать принудительно, и в этом случае до 40 км в час автомобиль у вас будет использовать обе оси в распределении 50 на 50 по крутящему моменту. Либо задняя ось подключится в работу по требованию при пробуксовке передка. А в обычном режиме машина будет у вас чисто переднеприводной. Подобная же схема реализована на Hyundai AX35 или Hyundai Santa Fe. И проблема здесь на самом деле похожа. При осмотре Hyundai Creta желательно проверить полный привод на работоспособность. Проблема может крыться как в отказе самой мухты, в основном это связано с повреждением управляющей электроники разъемов, проводки и так далее. Так и проблема может крыться в самом дифференциале, где может срезать шлицы на валу. Так что при осмотре полноприводной машины уделите внимание работоспособности всего полного привода, а не просто проверьте кардан на отсутствие люфтов на крестовинах и живость подвесного подшипника. Передняя подвеска на Hyundai Creta типа Макферсон. Если говорить о ресурсе, то самый слабый и малоиграющий здесь компонент это стойки переднего стабилизатора. Около 50-60 тысяч километров до замены. Все остальное ходит существенно больше. Ресурс амортизаторов, ресурс опорников здесь это за 120 тысяч километров пробега. Что касается шаровых и передних рычагов, кстати шаровые здесь меняются вместе с рычагом по задумке производителя, это где-то около 150 тысяч, что весьма неплохо по легковым меркам. Что касается ресурса тормозных колодок и дисков, здесь в принципе все ожидаемо. Не больше и не меньше, чем на другом легковом автомобиле. И уж очень сильно зависит от того, в каком стиле вы эксплуатируете машину. А вот что касается рулевой рейки, самого дорогого узла любой ходовой части, то она на кретах встречалась в двух разновидностях. После 2017 года уже однозначно только электрорейка. До 2017 года могли быть варианты и с гидроусилителем. В любом случае, какой бы вариант вы ни смотрели, рейку нужно диагностировать обязательно. Дело в том, что на самых ранних сериях, до того, как компания Hyundai узел модернизировала, стуки в рейки начинали преследовать владельцев на очень небольших пробегах. Кто-то успевал доездить только буквально до 30-40 тысяч километров. Так что при осмотре особое внимание туда. Хотя, конечно, сама по себе стучащая рулевая рейка не есть повод для отказа от автомобиля, но, во всяком случае, поторговаться с продавцом на стоимость ее возможного ремонта вполне себе можно. Что касается задней подвески, то если мы говорим про полноприводную машину, здесь будет многорычажная подвеска и ресурсы ее компонентов это за 150 тысяч километров пробега. То есть, если вы смотрите автомобиль с пробегом до 150, скорее всего, по задней подвеске все будет в порядке и все сайлинглоки тоже. Если пробег уже за 200, то да, уже какие-то варианты здесь возможны. Ну, а если вы смотрите переднеприводную машину, как в нашем случае, то сзади здесь балка и выходить из строя практически нечему. Амортизаторы не текут, не стучат. Втулки амортизаторов в порядке. Ну, а сайлинглоки, балки выходят из строя крайне редко. И пробеги должны быть совершенно невообразимо большие, чтобы это случилось. Итак, какие же выводы можно сделать под всем вышесказанным про Hyundai Creta первого поколения? На самом деле, этот кроссовер вполне может стать рациональным выбором, поскольку эта машина сочетает в себе пока достаточно неплохую стойкость кузова к коррозии. Здесь простая конструкция, здесь простые и проверенные временем двигатели, коробка передач, в том числе и классические автоматические, никаких нареканий не вызывают. Ну, а подвеска простая по схеме и недорогая в обслуживании. Плюс ресурс ее компонентов достаточно неплохой по легковым меркам. Если вы хотите купить подобный автомобиль и вообще застраховаться от всех возможных рисков, то советуем выбирать самую простую версию с мотором 1.6 литра, автоматической коробкой и передним приводом. Если же 1.6 для вас будет явно мало и вам нужна какая-никакая динамика для, возможно, езды по трассе с полной загрузкой, то, конечно, смотрите версию с двухлитровым мотором. Но в любом случае наша рекомендация – это смотреть автомобили от 2017 года выпуска, когда компания Hyundai проделала достаточно большую работу на дошип и значительно модернизировала некоторые узлы автомобиля. Ну и, конечно, при выборе поддержанного экземпляра старайтесь избегать откровенно битых машин, восстановленных после ДТП, а также обязательно проверяйте пробег автомобиля по всем доступным базам. Поскольку нет-нет, но попадаются подобные автомобили, которые поработали в сервисе каршеринга, либо такси. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Также, если вы владелец Hyundai Creta, либо владели таким автомобилем, проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить или в чем нас поправить, пишите в комментариях, поскольку людям, которые задумались о покупке такой машины, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за внимание, хорошего вам дня, пока!